Все? Улыбайтесь, но не шевелитесь. Я Максим. Какое-то время делаю различные доклады. Последний раз я попытался поднять разговор на тему, зачем нужен телебати. Сегодня хотелось бы это несколько продолжить и завершиться таким вот тех протоколом, который был реализован, но и как пример. Вот, чтобы продемонстрировать, насколько плохо, насколько просто, на самом деле, эпокендовский протокол и какие фичи к нам приползут только потому, что телебати имеет модульную структуру. С чего мы начнем? Для того, чтобы было все проще и быстрее, и неудобнее, в принципе, выбрал для реализации Python. Jogject как-то механизм наиглубов и т.д. и т.б. Собственно, телебати-библиотека и телебати-пайтон в райтер для питона. На самом деле, важный хинт. Телебати-пайтон жутко деприкейтед. Он с 2010 года не развивается. Для текущего телебати категорически не подходит. Если вы захотите экспериментировать, то предлагается взять про AppStream, возможно, немножко потом поговорим. Окей. Телебати-хун, корневая программка, main loop, connection manager, стартанем. Короче, поехали дальше. На самом деле, если кому-то интересно написать с помощью телебати, у них есть отличные спецификации, которые являются документацией, но очень формальные, сложные, понятные. Но в ней есть самая полная информация. Если ее внимательно читать, в принципе, больше ничего не надо. Я хочу, чтобы попадаюсь в виде такого сопоставления спецификаций питоновского кода, основные вещи, чтобы всем было ясно, что такое телебати. Не все были в прошлый раз. Окей. Если кто-то еще не знаком. Телебати. Телебати — это в современных линуксах месседжинг-система, фреймворк для инстантс-месседжинга, разработки инстантс-месседжинга, все, что касается инстантс-месседжинга. Протоколы, UI, лоддеры и так далее. В принципе, с надположением всего на местном использовании это была Nokia в своей платформе MyAmo и MyGo. У них это чаще много очень использовалось. На десктопе, грубо говоря, это не так популярно. Основными, грубо говоря, клиентами являются Empathy и KDE. На самом деле, просто фреймворк для разработки месседжинга интерфейса. Самое главное в том, что он имеет дебас-спецификацию и предполагается, что сам протокол, сам инстантс-месседжинга состоит из многих процессов. Каждая определенная часть функционала и все они между собой общаются по дебасу. Соответственно, одним из таких дебас-объектов, которые нужно реализовать, чтобы реализовать поддержку нового протокола, это Telepathy протокол. На самом деле, грубо говоря, здесь просто описывается о том, что у нас за протокол. Название, параметры, какие-то обязательные, какие-то необязательные, какие-то аппараты, коннекшены и так далее. Как его сохранять в контакт-листе, какая-то иконка и так далее. Вот на Python так это выглядит. Просто все описываете и реализовываете этот метод, соответственно, как создавать определенный коннекшен. В связи с протоколом, у него есть возможность создать какой-то коннекшен. Коннекшен это уже потом, грубо говоря, когда заводится аккаунт в системе какого-то там какого-то протокола, может быть один аккаунт, может быть много. В принципе, когда они поднимаются, когда установятся онлайн, следуются коннекшены. Соответственно, от протокола ничего больше не надо. Следующая штука, соответственно, это коннекшен манайер. Как я уже сказал, коннекшенов у нас может быть много. Наверх, как бы, ну, наверх мы будем отдавать следующую информацию, поскольку я уже сказал, причем придется через до вас. Потом другие процессы, там, как эмпатии и так далее, будут у нас хотеть знать, какие у нашего протокола есть параметры, сколько мы общих протоколов поддерживаем, запрашивать будут соединения. Мы будем информировать их о наших соединениях. Ну и фактически все, что мы знаем, какие-то протоколы и какие-то в этих протоколы, поскольку интерфейсов у нас, на самом деле, много различных. Интерфейс это, скорее, то, какие возможности поддерживает наш протокол. У меня здесь минимально, в принципе, только за текстовое сообщение, и вообще протокол достаточно минимистичен. И так вот, соответственно, коннекшен марадич, тоже ничего серьезного, библиотека почти все берет на себя. Мы лишь декларируем, какой протокол мы хотим, и каким классом мы реализовываем его. Дальше. Следующая телепатия коннекшена, что мы должны реализовать? Создать объект, у которого там сторонние пользователи будут, в смысле, агенты запрашивают там присоединиться, отсоединиться, будут интересоваться статусом, что мы поддерживаем, а мы им в ответ иногда будем нотифицировать, там, как у нас статус поменялся, не поменялся, какой он сейчас. Вот. Для коннекшена чистого пустого, очевидно, недостаточно для того, чтобы информацию перевернуть, есть группы расширения интерфейсов. Они, как правило, вот такие вот, объекты интерфейсов. Вот они будут описывать уже то, как мы нашу функциональность расширяем. Телепатия предполагает два обязательных расширения, оставляя акциональные. Обязательное расширение это контакты для предоставления информации о том, какие есть контакты со стороны сервера. И, как бы, интерфейс, ну, запросов, как бы, это уже смеюсь, когда сторонние стороны у вас, у нашего коннекшена, запрашивают определенные ченнелы. Каналы, единиц общения, ну, какой-то протокол общения пользователей с системой. Как правило, это, грубо говоря, будет объектом самого чата, а также может быть видео, файл, аплодинг, все что угодно. Так или иначе, от интерфейса запросов, коннекшен, у нас будут запрасывать создание каналов, а мы периодически будем говорить о том, какие у нас есть каналы и вообще, что наши каналы умеют. Соответственно, реализовываем коннекшен. Коннекшен, опять, это что-то достаточно простое. Реализовываем метод. Просто, грубо говоря, в нашем фейковом протоколе все, что он делает, это просто будет делать это дублировать сообщения пользователя. Никакого там соединения с интернетом уже не надо. Все, что мы будем делать, сразу информировать о том, что у нас, грубо говоря, мы сразу стали онлайн или сразу стали оффлайн. Также мы реализуем метод контакт-листа нашего. Здесь я опустил часть, но по факту просто заполняется определенная структура и в дебасе дается информация, что у нас там конкретно в нашем случае 4 контакта. Следующее, как бы, как я уже помню, понятие канала. Канал это странно звучит, но так или иначе каналы бывают текстовые, видео, аудио. Некоторые, можно сказать, труба, через которую уже происходит общение данными. Соответственно, каналы бывают различных типов. Опять же реализовывают различные интерфейсы в плане того, сколько участников, сколько, например, есть ли возможность добавлять новых участников, миниотипы, различные типы сообщений и так далее. Собственно, главная штука, что здесь нам реализовать, какой-то менеджер каналов. Соответственно, мы поддерживаем только текстовый канал. И просто по запросу, когда приходит запрос, здесь мы дегларируем callback того, что мы будем называть, когда придет запрос на текстовый канал. Создается какой-то объект в дебасе и инстанцируется текстовый канал. Как я уже сказал, канал текстовый. Единственное сообщение, которое... Он состоит из двух частей, на самом деле, самого канала, и то, что поддерживает такую концепцию, как сообщение. Сообщение в канале – это некоторый атом информации, которая передается. Соответственно, сообщения мы умеем их посылать. Тут маленькое различие. Вы понимаете, метод sendMessage, в него приходит информация о том, что UI или пользователь хочет какое-то сообщение отправить, мы еще его не отправили. Мы делаем определенное действие, его отправляем и идентифицируем потом, что сообщение отправлено. Иногда приходит сообщение о том, что, собственно, какими-то внутренними механизмами это сообщение получили. Мы, опять же, в библиотеку, в телепатии, информируем о том, что мы сообщение получили. Тут проперции стандартные, что у нас есть какие-то неотправленные сообщения и какие-то контент-тайпы мы поддерживаем. В питоне это выглядит примерно так. При получении сообщения, для эмуляции того, что мы это делаем негодненно, то есть написал callback, через 50 миллисекунд мы делаем следующее сообщение и отправляем. Ну и также, поскольку это эхо протокола, все исходящие сообщения завернуло через 50 миллисекунд во входящее сообщение. 50 миллисекунд после отправки в callback придет информация о том, какое мы сообщение отправлено. Первую часть ворпустил, как преобразование сообщения, но так или иначе все это заканчивается тем, что я информирую о том, что мы получили сообщение от стороннего собеседника. Ну, фактически, вот здесь вот UI пытается отправить, здесь мы отправляем и делаем вид, что нам вот-вот скоро придет входящее сообщение. Точно такое же, как мы и отправили. И здесь оно к нам приходит. Соответственно, все. Как бы логика обмена сообщениями в стиле этот, канал просто дублирует, полностью готов, достаточно. После этого мы включаем, пакуем, настраиваем. Тут, на самом деле, уже разработка на этом заканчивается. И получаем следующий функционал. Это, соответственно, слева пример KDE, справа Empathy. Какой-то там стандартный Empathy-месседжер оба. Здесь мы видим и там, и там четыре контакт-листа. Вот там вот с черненьким поинтереснее. Это я в реализации. Посмотрите подробности. Не закончил реализацию в Атарке. Для Empathy-месседжер оказалась частичной реализации достаточно, а в Атарке для KDE осталось недостаточно. Ну, так или иначе, контакты видны. А вот так вот примерно выглядят чаты. Соответственно, опять же, получили функционал. Сван я тут говорю по поводу альфы, а тут говорю по поводу GDE. Соответственно, к разработке этого UI я абсолютно ничего не приложил, и при этом вот получил, собственно, такой функционал протокола. Все. Если какие-то вот есть вопросы, уточнение именно по самому коду, предлагаю ознакомиться с Telepathy-фудом. Горгуль от самореализации протокола. Telepathy-питон, мой обязательный бранч, ну, с патчиной Telepathy и, собственно, презентация, если кто-то хочет что-то подправить или украсть. Я обещал немножко рассказать про AppStream, как бы, Telepathy-фский. Они вот действительно в переписке мне сказали, что вы знаете, Telepathy-питон настолько дубликейдов, что мы вообще не хотим им заниматься. Но если вы произведете когда-нибудь что-то полезное, что будет работать поверх Telepathy Python, то мы уже, так и быть, будем вам эту библиотеку, собственно, важен в AppStream. А пока вы играетесь, ну, мы не хотим к себе что-то втягивать. Не дай бог пользователи подумают, что они нам не деприкейтят. У меня всё. Вопросы? Очередь сообщений там, где ты показывал в коде. Очередь сообщений, получается, нужно сохранить куда-то к самому реализовывать? Да, есть важный момент. Когда пользователь отправляется какое-то сообщение, в принципе, есть какой-то лак между тем, что ты его отправил. Вот, например, там кто-то в стартапе, у тебя там онлайн, оффлайн происходят какие-то скачки. Это та самая очередь, которая называется... Очередь отправляемых. Ну, есть аналогичная очередь. Очередь получаемых. Те, которые ты получил, и ещё не успел в UI нотифицировать о том, что ты получил. Сообщения, уходящие в оффлайн, например, кто их хранит? Ты должен сам реализовать их хранение? Давай обсудим такой вариант. Оффлайн, который называется пользователь в оффлайне, ты в онлайне? Да. В этом случае тебе не надо их хранить, тебе достаточно справедливый сервер. Но тут есть вопрос. Все зависит от протокола. То есть надо опираться на протокол. Например, в Скайпе ты не можешь никуда отправить эти сообщения, ты их обязан хранить у себя. Скайп не поддерживает эту оправку удалённую. Гатолк фактически не поддерживает. Если пользуешься сам, все видели вот это сообщение, где код надо будет деливерить, но в чатах не сохранять. В стандартном XMP, если ты онлайн отправляешь его до сервера, собственно, до сервера приходит, и тебе очередь хранить не надо. Хорошо, а если ты оффлайн и куда-то... Если ты оффлайн, и ты хочешь включать это, с точки зрения юзабилити, если только пользователь, например, метро стал оффлайн, не может тайпить, он не очень приятный, то ты, получается, служит эти сообщения хранить у себя. Пользователь тебе пришлёт, ты получишь их здесь вот в send message, ты здесь можешь сделать любую угодную логику, там, возможно, повесить какой-то callback потом на информацию о том, что ты стал онлайн. И потом, когда ты уже отправишь, действительно отправишь, тогда же пользователь в message send. А до этого он в UI будет красивую крутёточку, чтобы сообщение отправляется, например. Ну, в зависимости от UI. А в самой библиотеке нет никаких методов хранения там? Это от протокола вы не можете залежить? Да. Как, что, куда? Плюс от места ты можешь добавлять... Нет, что такое библиотека? Телепатия, это вообще спецификация и реализация. Ну, грубо говоря, в телепатии Python вот это вот хранено, вот это вот, это просто массив. Есть там GLEEP, Qt-варианты. В них, возможно, что-то хранится. Но по факту это достаточно маленькая фича. Ну, я не знаю как. Хорошо. Оно было достаточно мелкое количество. Еще какие-то вопросы? Да. Правильно ли я понял, что в данном случае, то есть, на базе вот этого вот фреймворка разрабатывается, ну, как реализовывается новый протокол? Да. Соответственно, я как бы, то есть, реализовал вот это вот, все, что я вам здесь показал, все, что я реализовал, вытянув весь некоторый синтетический мусор. Да, вот этот вот механизм эхо. Ну, и что я получил? Ну, и здесь продемонстрировал, как бы, визуальную составляющую контент-листа. То есть, получается, есть фреймворк, на него пишут, на нем реализовываются протоколы, получается это там библиотека какая-то, которая потом дополняется интернетовой программой, и в итоге все это получается. Важный аспект. Это не библиотека получается, а отдельный процесс. В терепате каждая часть системы работает как отдельный процесс. Я написал вот этот процесс, вот это вот, запустил его, секундочку. Ну, и написал сверху какой-то фронтенд. Нет, я не написал фронтенд. У меня есть фреймворк, который называется давно, из кучи готовых фронтендов. Ну, как перевел и перевел, там, KDE-телепатия. А, то есть, нужно написать только вот эту логику, которая отвечает за протокол. Да, за протокол. Вот, соответственно, вот мой процесс вот здесь запускается при старте. Ну, демон. Тут еще нет коннекшена, потом уже UI будет запрасывать коннекшен, показывать какие-то чаты. В терепате есть отдельная система, которая отвечает за то, что это все логируется в определенных местах. Ну, я это все не пишу, поскольку оно тесно интегрируется. То есть, протокольный вообще объект, как бы понять... То есть, фактически, протокольное — это отдельное приложение? То есть, оно запускается как... Значит, соответственно, выход у него на дебас, он на дебас посылает сообщение, что, значит, пришло, что это протокол. Да. Когда он стартует? Ну, есть несколько вариантов запуска. Стандартный, такой самый популярный, который уже там, когда продукты готовы, это дебас активация. Соответственно, просто там, у себя вовсе видели, возможно, достаточно странно, что не файлики в EDK-дебас. Профисываете на какие-то запросы или там какого-то типа запросов, и там, все, ну, там, дебас сам умеет поднимать в процессе, там, Upstart, и там, и там, и там, и все их поднимают. В процессе разработки, грубо говоря, мне гораздо удобнее сейчас запускать самому этот процесс в фуреграунде. Но это всего лишь один из вариантов. Слушай, а это самое, я правильно понимаю, что оно чисто для разработки клиентов? То есть, оно никак не пригодится для разработки серверной части или протокола? Да, оно исключительно клиентское, но с другой стороны, ты должен подумать о том, что такое сервер, что такое клиентское, есть куча месседжей, что такое сервер, да, по факту. Ты можешь, ну, грубо говоря, сервер реализовать на телепатии? А, нет, я туда нажмал. Ты можешь сам сервер реализовать на телепатии опять же, это как бы, ну, в системе все равно. На чем ты пользуешься? Я здесь, ну, грубо говоря, в любом нефейковом протоколе здесь получается достаточно сложная часть, которая там тебе придется реализовывать либо самому, либо это вот сообщение, да, о том, что мы здесь получили сообщение. У меня здесь получается процесс подсылает сам себе. На самом деле, конечно же, здесь есть какое-то TCP соединение в большинстве случаев, откуда ты читаешь, куда ты пишешь. С той стороны, да, ты можешь опять же иметь точно такой же протокол, ну, точно такую же систему, да, и ты сам реализуешь вот эту вот TCP-шную часть обмена сообщений. Телепатика как бы за это не отвечает. Ну, соответственно, никакой проблемы, получается, с той стороны, ну, реализовать то же самое. Ну, и, там, иметь какой-то там P2P, по сути, например. Тут интернетики в виде шадуры интересуются Телепати и ЛипПерпл. ЛипПерпл, ну, ЛипТелепати, во-первых, не существует. Ну, Телепати. Да, Телепати. ЛипПерпл – это библиотека пиджинов, в которой очень много реализовано протоколов. И в какой-то момент, ну, там очень много очень популярных, как бы, товарищей из Телепатии, ну, вместо того, чтобы это реализовывать самим на какой-то там быстрый старт или так далее, они просто вот взяли ЛипПерпл, завернули как connection manager, ЛипПерпл, вот, в котором сказали, что мы поддерживаем там 7-8 протоколов, ну, 7-8 протоколов. И, соответственно, просто его подключили, и теперь, как бы, получается, имеется возможность из стандартного Телепатию UI использовать любой из тех протоколов, которые поддерживают ЛипПерпл. Как самый вычурный случай, ну, я могу чуть позже продемонстрировать или, как бы, сейчас расскажу на слова, все, может, слышали, есть поддержка скайпа в Пиджине. Вот, он, как бы, требует запущенный десктопный процесс. Вот, соответственно, я у себя там в порядке эксперимента настроил, оно, в принципе, разобработает. Я, соответственно, настроил, ну, ЛипПиджин подключил к скайпу, то есть, к десктопу они между собой общаются. Вот, потом этот ЛипПиджин подключил, получается, к Телепатии, и, в конце концов, потом это завернул на стандартный там M-Pathy или KDE Телепати. Соответственно, я в них получил возможность чатиться через скайп. Через их неудобный, ну, по крайней мере, обычный и унифицированный для всех протоколов UI, ну, как бы, я могу общаться по скайпу. К сожалению, только звук, ну, тьфу, только чат, но это уже ограничение ЛипТелепатии. Соответственно, если вернуться к изначальному вопросу, что, какое у них за взаимоотношение, ЛипТелепатии, ЛипТелепатии, который поддерживает много протоколов. Ещё что-то? Тогда у меня всё. Если кому-то интересно... Развини, это было глубокое истинное, потому что противоположное утверждение тоже было глубокое истинное. Если кому-то вот интересно, предлагаю знакомиться, посмотреть, возможно, хотя бы, как это выглядит, попробовать. У меня всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Попошу в камеру ручкой, пожалуйста, спасибо. Да, твое пузо и ручка смотрелось отлично. Кто-нибудь ещё будет? У тебя уже прёт? Нет, я просто вижу тут много-ного людей, которые можно по ушам поедать. Может быть, попробовать. Ну, если никто, тогда я попробую, да? Спасибо.